This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. But I hope it will be useful, because the approach to HR always causes difficulties not only for HR, but even for professional business analysts. So, I hope that it will also be useful. Well, let's start. Let's begin. Let's start. 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 На HR работу и взял из той технологии инструменты и методики, которые позволяют так поговорить с сотрудником компании, чтобы вновь вызвать у него желание работать в этой компании на своей должности. И есть еще одна книга «Эджайл. Новый рецепт успеха для бизнеса». Это про эту систему управления Эджайл, о которой, вы знаете, многие говорят, обычно упоминают такие факторы, как демократичность, самостоятельность в работе у специалистов в командах. Но надо понимать, что Эджайл – это еще и такая технология, которая наряду со свободой, самостоятельностью, есть еще меры ответственности, и люди на самом деле несут ответственность за результат. Причем за результат в таких проектах, в которых опыта ни у кого еще не было. Как правило, это проекты по выработке совершенно новых продуктов. Ну, это вот такие картинчики, информация, которую я вам сейчас озвучил о себе. И теперь мы с вами переходим уже прямо к делу. Итак, первый вопрос. Какие данные необходимы? Возможно, вам сейчас покажется странным этот вопрос, да, а в чем, в смысле, вот, загвоздка-то, в чем такой вот, я не знаю, в чем, в чем, как сказать, сок весь, да, этого вопроса. Ну, какие данные? Да, разные данные. Но вы понимаете, нужно понимать, для того, чтобы вот четко начать вести HR-аналитику, нужно понимать, действительно, какие типы данных существуют, и нам надо ориентироваться в этом. И правильно выбирать эти данные. Ну, чтобы нам продвинуться, получить ответ на этот вопрос, давайте тогда мы продолжим наш разговор. У кого-то микрофон, все слышат, как вы разговариваете. Если вам не слышно, вы его просто выключите, чтобы у вас было, ну, чтобы не слышали ваши... Итак, какие данные о персонале есть у HR-службы? Давайте вот посмотрим, какие есть данные у HR-службы, да. Ну, вот смотрите, вот всегда в распоряжении, да, такие данные у HR-службы и у специалистов по кадраму делопроизводства. Вот пол, правда же, всегда горит, всегда есть возможность посмотреть и уточнить пол, да, сотрудников. Всегда можно уточнить возраст, да, какой, у кого и сколько людей определенного возраста, да. Стаж работы, образование, вот семейное положение, да, это все есть в HR-службе. И HR-специалисты в любой момент это все могут, да, посмотреть. Смотрите, категории персонала, конечно, мы можем в любой момент всегда подсчитать, сколько у нас руководителей, сколько специалистов, каких-то других категорий, да. Там, я не знаю, руководителей можно опять же подразделить на разные уровни. Руководители высшего звена, среднего, линейные руководители, да. Специалисты, там, я не знаю, рабочий персонал, да, там, так называемые синие воротнички. Вот это все, вот это все можно посмотреть в любой момент. Такие данные есть в распоряжении любой HR-службы, да. Точно так же, смотрите, например, состояние здоровья, да, тоже можно посмотреть, да. Частоту заболеваемости мы можем, заболеваемости мы можем установить. Просто посчитать, сколько у нас всего сотрудников компании, общая численность персонала, конечно, тоже. Укомплектованность кадров, мы можем посмотреть, все ли у нас заняты позиции, да, все ли закрыты вакансии и так далее. То есть все это мы можем в любой момент увидеть. Но возникает вопрос, достаточно ли этого, да, и что с этим делать? Вот, да, что дают нам эти данные? Вот, достаточно ли нам их, например, мы знаем, сколько у нас сотрудников в возрасте от 20 до 30 лет, да. Ну, в общем, полезные данные, да, интересные. Но, достаточно ли нам этих данных для того, чтобы делать какие-то выводы и принимать какие-то решения? Возникает вопрос, да. Или, предположим, вот у нас столько-то руководителей, столько-то линейного персонала. Этого достаточно нам, чтобы понять, что делать с этим? Да, вот, или для того, чтобы понимать, а много это, мало руководителей или мало там сотрудников рядовых, да. То есть всегда возникает такой вопрос, а что вот с этими данными делать? Вот, и действительно ли удовлетворяться ли только ими, только этими данными? Вот, нужно понимать разницу между разными типами данных. Вот, смотрите, есть такое понятие, как HR-метрика. Вот, я вам привел два типа показателей. Вот, например, количество сотрудников компании. Мы просто вот посчитали, узнали, да, 675 человек, предположим. И средний стаж работы в компании. У нас есть еще вот такой показатель. Три с половиной года. Вот, скажите, пожалуйста, есть разница на ваш взгляд в этих данных? Ну, так вот, просто на вскидку. Может быть, вы заметите разницу в этом? Вот. Ну, давайте я тогда сразу скажу. Анжелика написала плохо слышно. Анжелика. Ага. Я надеюсь, что сейчас наладилось, потому что я усилил свой микрофон. Я попытался это сделать. Может быть, вам теперь лучше. Ну, вот мне написали, да, второй расчетный. А первый – это абсолютное. Абсолютно верно. Спасибо вам, Светлана Брыксина. И вот у меня высвечиваетесь вы как юзер. Спасибо. Да, конечно. Вы заметили, да, что это просто вот данность, да. Это некое абсолютное число. Количество. 675 человек. Ну, важно, да, нам знать, сколько у нас людей в компании. Конечно, чтобы просто иметь представление, да, какой у нас штат, сколько сотрудников работает. Конечно. А вот второй показатель, вы верно заметили, это уже расчетный показатель, да. Потому что для того, чтобы нам получить эту цифру, нам нужно было все-таки взять другие данные, да, и сделать с ними некие манипуляции, расчеты. Конечно, вот это, второй тип данных, это то, что называют в HR-аналитике HR-метрика, да, вот эти три с половиной года. То есть это такой показатель, который получен путем расчетов с использованием неких других данных. Ну, какие данные средний стаж работы в компании, да. Мы просто взяли показатели стажа работы каждого сотрудника, грубо говоря, или выборочно, да, и сложили, и получили некое среднее арифметическое, да, показатель средний стаж работы в компании. Да, конечно, вот это, это уже HR-метрика, а это просто абсолютный такой показатель. Значит ли это, что нам можно использовать для HR-аналитики только HR-метрику, вот подобные данные, да, три с половиной года? Конечно же, нет. Нам нужны и абсолютные данные, и нам нужны и HR-метрики, потому что мы должны делать иногда расчеты, а для расчетов, для того, чтобы получить HR-метрику, нам нужны вот такие абсолютные показатели. И к чему я это все, вот знаете, говорю? К тому, что нам нужны и те и другие данные, конечно, но, скорее всего, абсолютные данные – это часто основа, да, для расчетов, это некое такое начало, да, с которым мы начинаем работать. А HR-метрики – это уже некий шаг в направлении, да, HR-аналитики. Почему вот так говорят, ну что же такого сложного, да, почему так HR-ы особенные, HR-специалисты, как-то, вот знаете, реагируют на вообще самоупринание HR-аналитики, да, вот прям уже со страхом? Потому что HR-метрик – огромное количество. Вот сейчас вы на слайде видите, ну, просто вот, просто вот таблицу, начало таблицы, да, где есть три HR-метрики. Вот их множество. И, например, на курсе практическом по HR-аналитике я даю всегда слушателям таблицу с 26 наиболее часто используемые HR-метриками, да, в рабочей тетради всегда слушателям есть эти метрики. И также я еще даю в личном кабинете размещают 23 редко применяемых HR-метрики. Но даже это, вот эти 26 и 23 – это прям выборка, это выжимка, да, из того количества HR-метрик, которые, в принципе, возможны. И их очень много. И, наверное, вот это, знаете, ощущение какой-то боязни, какого-то страха у HR-пециалиста проникает еще из-за этого, что очень много всяких данных, очень много вот этих HR-метрик. А все они, как видите, что такое HR-метрика? Это некий показатель, как вы уже сказали сами, полученный в результате расчетов. Есть всегда формула какая-то, по которой рассчитывается вот эта HR-метрика, да. Поэтому представьте, огромное количество HR-метрик. В каждой HR-метрике формула. Понятное дело, это немножко вызывает такой трепет. Но мы-то как раз хотим понять, Анжелика, да, возможно, будет представлено, вы спрашиваете про запись вебинара, да. Можно будет связаться с нашим специалистом, с вашим куратором, если он у вас есть уже в нашем учебном центре, и этот вопрос прояснить. Да, конечно, вот. Итак, к чему все это я веду? Вот к тому, что на самом деле все можно упорядочить, и мы с вами сейчас попробуем уже частично разобраться, как упорядочить и как упростить работу по HR-аналитике, по ее ведению, да, вот как ее внедрить и вести. Ну, я вам сказал про наш курс, практический курс по HR-аналитике. Вот он здесь есть в схеме прохождения, да, курсов по кадровому менеджменту. И вы там можете видеть, что это перс-3 обозначен курс. Это уже на уровне практически директора по персоналу, да, потому что это серьезные такие специалисты, на рынке ценится дата, да. Дата-анализ или, как еще мы называем, аналитик или специалисты, работающие на программах серьезных, да. Вот это все вы можете, конечно, услышать и узнать подробнее на этом курсе. О нашем центре я не буду долго говорить, вы тоже знаете про него. Это миллионы выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов, 250 преподавателей у нас есть и более тысячи курсов. Ну, а теперь давайте продолжим. Итак, мы с вами определились, что HR-метрика – это вот уже некий показатель, который мы получили с помощью расчета. Теперь нам надо выяснить, HR-метрика – это уже HR-аналитика или это что-то другое, да. Вот на пути к нашему вопросу, да, как упорядочить все и как сделать все понятнее. Итак, смотрите, вот такой вопрос. Средний стаж сотрудника на момент увольнения. Текучесть персонала, ну, допустим, за квартал, за год. Коэффициент отсутствия на работе. Как по-вашему, это вот уже HR-аналитика, это уже такой вот показатель, который мы можем как-то интерпретировать, или что это? Набор данных, пишет Светлана Бриксона. Финя Тимофеевых считает, что да. Угу. Так. Базовый уровень аналитики. Отлично. Я благодарен вам, вот, тем, кто пишет сейчас, да. Коэффициент – это аналитика. Светлана Бриксона. Аналитика начнется при сопоставлении данных и выявлении причин. Отлично. Вот, Светлана, отлично. Да, действительно. Пока у нас есть только HR-метрики, мы еще не можем говорить, что это уже HR-аналитика. Абсолютно точно. Да. И Самов тоже написал, что первичные данные и производные коэффициенты. Абсолютно точно. Но это как бы уже начало HR-аналитики, но еще не совсем она, да. Потому что, ну, вы сами понимаете, да, вот средний стаж сотрудника. Вот он у нас есть. Мы знаем, какой средний стаж сотрудника. Конечно, это уже тоже информация. Но все-таки понятно ли нам, это хороший показатель или это плохой? Нам надо бороться, чтобы его увеличивать или нам надо его сокращать? Вот пока мы не понимаем еще этого, да. А значит, пока, строго говоря, аналитики у нас еще нет, да. Это лишь начальная наша вот такая ступень, да. Вот представьте ситуацию, я просто вам приведу. Ну, например, идет совещание у гендиректора. Там находится финансовый директор, допустим, присутствует, да, коммерческий директор, еще какие-то специалисты. И там есть HR-директор. И вот в ходе разговора обсуждают что-то. Ну, и вдруг так коснулись, да, вот такого момента, как средний возраст сотрудника или средний стаж, да. И смотрите, вдруг HR-директор обращается, вдруг генеральный директор обращается к HR-директору и говорит, а вот интересно, какой у нас средний возраст сотрудника, да, в нашей компании? И как долго он у нас в среднем работает? То есть стаж, да. И вот он говорит, ну, вот посчитайте, пожалуйста, ну, и к следующему совещанию дайте предложение на этот счет, да, озвучите результаты и дайте предложение на этот счет. И HR-директор, конечно же, кивнул, да, ну что, конечно, посчитает, это не так сложно, предоставит эти данные на следующее совещание, да, на следующее совещание. Но смотрите, какие предложения можно дать по этому поводу? Например, средний возраст сотрудника у нас 36 лет, да. Ну, можно, конечно, так чисто умозрительно порассуждать, хорошо это или плохо, много это и мало. Так вот, да, исходя из специфики работы компании, но вы понимаете, что у каждого присутствующего на совещании может быть своя точка зрения на этот счет и свои долги, да. Да, и поэтому вот еще пока недостаточно, да, вот этой HR-метрики средний возраст сотрудника, так и недостаточно вот этой HR-метрики средний стаж, да. Значит, нам нужно сделать что-то еще, чтобы мы могли какие-то умозаключения выстраивать на этот счет. А что мы можем сделать, да? Вот, нам нужны еще данные. И поэтому я всегда вот с HR-менеджером, когда мы разговариваем об HR-аналитике, я всегда им говорю, что вы понимаете, HR-аналитика начинается там, когда есть два условия. Правильно вот Светлана Брэксона написала. Когда мы можем проводить бенчмаркинг, то есть сопоставлять данные, да. Какие именно данные? Я думаю, вы тоже, в общем-то, знаете, понимаете, о каких данных идет речь. Мы можем сопоставлять данные, аналогичные в своей компании, за аналогичные периоды предыдущие, да, то есть внутри компании, со своими же данными, но только за другие периоды. И мы можем сопоставлять свои данные, данные своей компании с аналогичными данными по другим компаниям. Ну, понятно, по каким, да, вы понимаете, это компании-конкуренты наши, или если они не конкуренты, то компании, которые работают приблизительно в тех же направлениях, в тех же сферах, что и наша. То есть мы можем сопоставлять данные и смотреть некие различия. Это первое условие. Второе условие, когда мы можем, если не вычислить корреляцию между разными HR-метриками, то, по крайней мере, увидеть, как они соотносятся друг с другом, разные HR-метрики, разные HR-показатели. Увидеть некую закономерность и влияние, да. Вот тогда мы можем говорить о том, что это HR-аналитика. Два условия главных должны быть выполнены, да. Бенчмаркинг. Вот есть, вы знаете, такое два вида бенчмаркинга, как я уже вам сказал, внутренний, когда со своими данными мы сравниваем, и внешний. Всегда возникает вопрос, мы, конечно, его сейчас с вами прям так детально не откроем и не обсудим, да. Откуда брать вот эти данные по конкурентам. Ну, один из источников – это вот так называемые исследования, обзоры, которые готовят разные компании. Вот здесь я написал прямо вот в этой лечите, в этом полукруге, что вот, например, какие фирмы проводят. Вот PricewaterhouseCoopers, конечно же, Eris & Young, Case Access Management, да, это вообще одна такая компания, которая одна из первых в свое время начала проводить подобные исследования. Antal Russia, конечно же, Pellys Services, в общем, такие вот ADECO, да, ну и, разумеется, наши работные сайты, любимые, Superjob, Headhunter, эти структуры проводят различные исследования, да, и, конечно, мы можем получить как-то эти исследования. Иногда есть выход, да, купить такое исследование, например, они только продаются, либо поучаствовать в каком-то исследовании, и тогда на правах участника получить, если не результаты не всего исследования, то хотя бы частично по запросу, да, то есть мы можем все-таки как-то постараться получить эти данные. Разумеется, у HR есть еще свои инструменты и способы, как еще можно получить все данные, да, и тайный соискатель, и приглашать из компании конкурентов на собеседование людей, узнавать, да, в ходе беседы какие-то, какую-то информацию получать. То есть какие-то способы получить информацию о конкурентах у нас есть и сравнить свои данные, да, с вот такими показателями по конкурентам. Итак, бенчмаркинг. И второе условие, как вы помните, это корреляция. Ну, четыре анализа показателей, это мы бегло с вами посмотрим. Понятно, что мы можем один и тот же показатель проанализировать под разными срезами, да, по подразделениям. Например, там то же самое, что мы сейчас с вами говорили, средний стаж работников. Смотреть в разных подразделениях средний стаж, да, интересно, и потом сравнить внутри уже одно подразделение с другим. Понятно, что в отделе продаж у нас, например, средний стаж будет гораздо меньше сотрудника, чем в бухгалтерии или еще в каком-то более стабильном подразделении. Но все равно, если, например, очень отличается стаж в подразделениях аналогичных, вот, по своей сути, да, по стрессоустойчивости, по уровню стресса и так далее, да, то, конечно, мы уже тогда можем предполагать какие-то проблемы во всяком случае. То есть уже средства по подразделениям одного и того же показателя нам уже кое-что даст. По функциональным направлениям или кустам это, понимаете, да, просто мы берем, например, подразделения финансового направления, подразделения продающие и там еще какие-то, там, я не знаю, позиционирующие наши товары и так далее. По категориям персонала, разумеется, мы можем посмотреть, да, как в разных категориях персонала стоят дела, где у нас текущесть выше, где у нас стаж работы выше и так далее. И по тем или конкретным индикаторам, да, это уже мы смотрим конкретно, да, одновременно, когда мы что-то изучаем, мы делаем анализ по разным конкретным индикаторам. Мы можем тоже все посмотреть. Итак, вот даже если один и тот же показатель мы можем увидеть в разных срезах, это уже бенчмаркинг, да, это уже, ну вот уже некая аналитика. Мы уже можем делать какие-то выводы. А если мы еще получим данные и по конкурентам, то тогда вообще это будет очень полная картина. Но что важно, вот знаете, что я всегда отмечаю, когда речь заходит об HR-аналитике, да, нам нужен контекст. Что такое контекст? Вот контекст – это еще другие некие показатели, которые мы соберем или рассчитаем вдобавок, если можно так сказать, какому-то нашему уже конкретному главному показателю. Или показатели еще мы какие-то берем для того, чтобы нашу задачу решить, задачу аналитики, да. То есть иногда без контекста невозможно делать какие-либо выводы и как-то интерпретировать наши HR-метрики, да. То есть мы не можем, вот как мы сейчас с вами только что рассмотрели, ну вот стаж работы средний, ну вот средний возраст, ну и что, да. Для того, чтобы нам понимать, это хороший показатель по стажу или это плохой показатель по среднему возрасту, нам нужны еще некие данные. Не только по подразделениям. Этот же показатель мы можем сделать, да. Порой этого недостаточно. Ну вот, например, как понять для нас какой-то средний возраст сотрудника, он вот хорош для нашей компании или плох? Есть у вас какие-то соображения, что мы еще можем посмотреть, какие еще данные взять, чтобы понять для нас, вот показатель среднего возраста приемлем для нашей компании или нет? Может быть, у вас есть какие-то данные, да, соображения, особенно у тех, кто уже знаком с HR-аналитикой. Так, Горин напишал, квалификация, абсолютно точно. Ясно, что, да, Светлана пишет, что если мы будем смотреть средний возраст, например, руководителей, то он по определению не может быть 25 лет. Ну, конечно, смотря каких руководителей, имеется в виду, наверное, среднего и более высокого звена. Да, скорее всего, 25 лет там мало будет людей, да, мягко говоря, особенно среди топов, наверное. Есть, бывают исключения, но немного, абсолютно точно. Семейное положение посмотрим. Можно, Евгений, посмотреть семейное положение, но, опять же, это такой показатель, который, ну, надо понимать, а что он нам даст? Ну, вот, средний возраст 35, семейное положение у 80% замужем женаты, да? То есть, ну, что нам это даст? Опять же, сам-самов пишет, необходимо определиться с целью, абсолютно верно, да, да. Возраст и стаж работают в компании вместе, да, Светлана, здорово, действительно, это надо смотреть тогда вместе. И мы, по крайней мере, тогда что увидим? Мы тогда увидим. То есть, вот эти люди этого возраста, как долго у нас работают? Ну, хотя бы. Анна пишет, темпы роста производительности труда. Можно посмотреть, да, есть ли там рост, а может быть там падение. Но, опять же, это, знаете, правильно, очень хорошо, вот, про темпы роста. Но, знаете, как, надо точнее, как сказали бы, да, специалисты по HR-аналитике. И вот смотрите, что я вам просто так набросал, вот, так, прикидку, да. Смотрите, вот здесь у меня есть надпись на слайде, что контекст – камень преткновений для бизнес-аналитиков. Действительно, очень часто я наблюдал, что профессиональные бизнес-аналитики, которые, казалось бы, уже давно работают вот в этой сфере, есть у них опыт, они действительно часто теряются, когда речь заходит об HR-аналитике. Потому что у них проблема как раз вот с этим, да, с контекстом, какие еще данные дать, как их интерпретировать. Вот, знаете, понять, в каком направлении вообще мыслить. Вот обычно вот в этом загвоздке. И я вот вам предлагаю вот такую быстренько табличку. Смотрите, что мы можем посмотреть еще в дополнении к такому показателю, как средний возраст сотрудника. Ну, во-первых, нам обязательно надо, с горем все-таки, да, наших сотрудников, и смотреть уже потом такие показатели. Вот Анна близка, да, темпы роста производительности. Но если конкретно, можно посмотреть в каждой возрастной группе эффективность какая, да, в среднем. Вот процент тех, кто выполняет план или KPI, да, достигает ключевых показателей эффективности своих. Вот и по всем вот этим категориям, которые мы разобьем, посмотреть, как кто работает. И тогда мы что увидим? Вот уже сейчас, вот даже если мы уже посмотрим эффективность, мы поймем, какая возрастная группа наиболее эффективна у нас в компании. То есть какая возрастная группа работает лучше всего, грубо говоря, уже мы можем увидеть. Да? Что еще? Вот смотрите, второй столбец. Мы можем посмотреть текучесть среди этих тоже возрастных групп. Это можно сделать, даже если вы ведете, там, учитываете, да, персонал в Excel. Вполне. Вы можете посмотреть, какая текучесть в этих разных возрастных группах. То есть мы поймем уровень стабильности еще каждой возрастной группы. Да? Мы увидим хотя бы это еще. Ну, разумеется, стаж в каждой этой группе мы посмотрим, да? То есть кто у нас долгожители в компании, а кто нет. Ну, грубо говоря, да, понятно, что в каждой категории всегда есть разные, там, разные показатели, разные факты. Но в целом мы увидим хотя бы это, да? Что еще? Карьера. Это мы можем посмотреть, сколько у нас процентов в каждой возрастной категории получили повышение по службе. Согласны? То есть мы увидим, насколько вот активны еще у нас в каждой возрастной группе сотрудники, да? Конечно, это тоже некоторая приблизительность, но тем не менее, да? Все равно мы все-таки увидим, вот за прошедший там год или полгода, в зависимости от того, за какой срок мы делаем анализ, мы можем увидеть вот еще это, да? Зарплата. Уровень зарплаты. Можем тоже посмотреть. Жестко выводы по уровню зарплаты, конечно, делать, наверное, вряд ли стоит, потому что есть, например, среди молодежи начинающие, они на низких позициях находятся, да? Но мы можем посчитать, например, зарплаты, если у вас есть вилка по зарплатам, да? Процент сотрудников в каждой категории возрастной, которые получают зарплату по высшему уровню, по высокому самому уровню. Можем так посмотреть. И, следовательно, раз эти люди получают по высокому уровню уже свою зарплату, это означает, что они наиболее эффективны, вполне возможно. И, наконец, удовлетворенность работы. Но ИЧАРы хорошо знают, как эту удовлетворенность замерять. Надо организовывать опросы, составлять опросники, да? И просить сотрудников заполнить эти опросники. Вопросы составляются так, чтобы по ответам было понятно, довольны ли сотрудники наши уровнем материальной мотивации, то есть вознаграждения денежного. Довольны ли они нематериальной мотивацией, то есть признанием. Довольны ли они такими возможностями развития себя как профессионала в компании, да? Грубо говоря, получают ли они обучение нужное или не получают? Получают ли они поддержку от руководителя или нет? То есть вот такие вопросы формулируются так, чтобы по ответам можно было сделать вот эти выводы. И мы поймем таким образом общий уровень удовлетворенности работой, да? И потом можем еще разбить удовлетворенность вот по этим показателям. Материальные мотивации, нематериальные и так далее. И это тоже нам даст такой, знаете, штрих к портрету нашему, да? Что же происходит у нас с персоналом? Вот, например, так можно составить контекст для того, чтобы проанализировать средний возраст сотрудника, грубо говоря, вот эту HR-метрику. И что-то предполагать, да? Делать какие-то выводы. То есть мы увидим с вами, если вот еще раз так бегло просмотреть вот эти все наши столбцы, мы с вами увидим, какие возрастные группы, в какой возрастной группе сотрудники наиболее эффективны, какие чаще всего увольняются, да, возрастные группы, а какие нет. У каких стаж, в каких возрастных группах конкретно стаж самый большой, а где самый маленький, и мы можем, кстати, да, тоже сделать некие выводы уже даже по этому показателю. Значит, нам надо обратить внимание, да, что где-то у нас работают какие-то сотрудники, вот возрастная группа работает очень мало, надо будет разбираться, почему. Если, конечно, мы хотим, чтобы они работали дольше, да. Карьера, то есть сколько процентов в каждой возрастной группе сделали карьеру, да. Вот, во-первых, мы тогда оцениваем и свою компанию, да, с точки зрения того, предоставляет ли она людям возможность расти вертикально в том числе, да, или нет. И увидим, в какой возрастной группе у нас лучше всего вот с этим обстоят дела, да, кто лучше всего строит карьеру по зарплате, как мы говорили, и общая удовлетворенность, да, работая в компании. Если, например, общая удовлетворенность работы в компании, да, предположим, этот показатель не очень высокий, да, ну, меньше 65 процентов, это тревожный знак, да, это означает, что что-то не то в компании, и нам надо уже действительно смотреть удовлетворенность по каждому разделу, да, нашего опроса. То есть мы должны все-таки разобраться тогда, что там, в чем там причина. Вот такой контекст мы можем подобрать для HR-метрики средний возраст сотрудника, и таким образом, если так сделать, то HR-директор будет готов на следующем совещании более предметно разговаривать об этом показателе. Плохой это показатель или хороший, там, снижать его или повышать стараться и так далее, да. Ну, не секрет, что существуют компании, которые не заинтересованы, да, в том, чтобы у них сотрудники работали долго, и там, растить их, выращивать, да, повышать их компетенции, удерживать. Я всегда привожу, например, знаете, строительные компании, да, например. Часто руководители, откровенные прямо говорят, а мы не заинтересованы вот массово развивать наш персонал. Мы не заинтересованы карьеру им предлагать, да, потому что у нас и нет такой возможности. Это накладно-финансово для компании, да. Почему? Ответ простой, потому что на рынке очень много претендентов на наши должности, и мы без труда, как только сотрудник, предположим, вырос у нас, да, реализовал себя, ему стало неинтересно, и он увольняется, мы без труда его заменим. Вот такой циничный, грубоватый немножко подход, но, тем не менее, он есть, он бывает, да. И тогда в этой ситуации, конечно, о том, чтобы удерживать людей и добиваться, чтобы их стаж работы в компании был продолжительным, нет смысла. Конечно, зачем? Ну, что же делать? Бизнес иногда диктует свои какие-то реалии, диктует свои условия. Поэтому, ну что, ну не надо. А в каких-то компаниях, так называемых персонал-зависимых, да, я их называю, есть компании персонал-зависимых, то есть там очень специфическая работа в таких компаниях, очень специфическая корпоративная культура. Люди долго адаптируются, им трудно там адаптироваться, много увольняются на определенной там стадии, да, на испытательном сроке, на первом году работы. И те, кто остались, те, кто вот выжили, те, кто адаптировались, приспособились и эффективны, их надо обязательно удерживать. Потому что замена такого сотрудника – это дорогое удовольствие, да. Дорогое не только в плане, вот что мы денег заплатим прям за поезд сотрудника, но мы будем принимать новых, они у нас будут увольняться, мы будем искать снова других. Пока человек адаптируется, пройдет много времени, то есть пока он выйдет на производственную свою мощность, да, и будет работать с полной отдачей, которая нам необходима. Очень долго, много проходит времени, это долгий период, поэтому, конечно, это дорого. И тогда такой компании непременно надо думать о том, чтобы стаж работы был уж точно больше полутора-двух лет в компании, да, минимум, и надо над этим работать. И тогда вот этот расклад, который вы сейчас видите, да, вот этот контекст для HR-метрики, он будет очень полезен. То есть наша задача не только получить данные, необходимые для того, чтобы нам сделать расчеты и некую HR-метрику вывести, да, но нам для того, чтобы заниматься HR-аналитикой, нужно уметь для нашей главной HR-метрики, да, составлять контекст. Главное это в каком смысле? Ну вот, например, запросил гендиректор, да, вот такую информацию. Вот давайте посмотрим, проанализируем средний возраст сотрудника. Вот, значит, эта HR-метрика в данный момент для нас главная, и нам надо выстроить для нее контекст, чтобы сделать выводы о ней же, об этой главной HR-метрике. Ну вот, если так, ну, немножко так упрощенно, схематично говорить, да, об HR-аналитике, вот, о понятии контекста. Ну, вот такое, например, задание у нас бывает на практическом курсе по HR-аналитике, да, сформировать контекст для показателей текучести персонала. Вы понимаете, что текучесть персонала – универсальный показатель, очень важный, бесспорно, но для того, чтобы идти с ним, с этим показателем, генеральному директору, и говорить что-то, да, делать какие-то выводы, утверждения, бить, например, в набат, говорить, что «Ах, у нас высокая чат текучий, нам пора действовать», это невозможно, да, надо быть готовым к вопросам директора, да, а почему действовать, а может быть, это нормально, то, что сейчас она у нас повысилась, а может быть, вообще для нашей компании вот тот показатель, который сейчас вы называете высоким, он приемлем, да, вы же понимаете, что текучесть в каждой отрасли, в каждой сфере своя норма текучести, поэтому для того, чтобы, да, нам профессионально поговорить о текучести персонала, нам нужно обязательно составить контекст для этого показателя тоже, какие еще данные мы посмотрим, и быть готовым к разговору профессиональному бизнесу, да, об этом показателе. Вот, вообще, мы решаем задачи на практическом курсе, и всего вот на сегодняшний момент 21 задача, и вот мы за короткий этот курс, да, длительности 16 часов, мы решаем вот эту 21 задачу. Итак, давайте дальше посмотрим, что сделать, чтобы, собственно говоря, не утонуть в цифрах, внедряя HR-аналитику. Вот теперь, когда мы знаем уже, да, про разные типы показателей, и мы знаем уже про контекст, такое понятие, как HR-метрика, контекст, мы уже, в принципе, начинаем понимать с вами, да, что, в принципе, можно ли утонуть в цифрах. И правильно вы здесь сами написали в чате, сам-сам их написал, что необходимо определиться с целью и локальной задачей, для чего действительно это так. И мы сейчас с вами посмотрим 4 звена механики HR-аналитики, и первое звено – это как раз задача. Вот что и зачем анализировать. Вот мы должны это понимать. Вот для чего мы сейчас начинаем вот городить огород, вот этот весь с HR-аналитикой? Мы должны обязательно себе ответить на этот вопрос. Мы что будем смотреть? Для чего нам это надо? Разумеется, для того, чтобы понять, а что должно быть нашей задачей, да, какая задача вот в данный момент у нас должна быть у HR-аналитики. Для этого нам нужно, конечно, посмотреть бизнес-цели, да. Мы должны понять, а какая сейчас бизнес-цель главная у компании, в чем бизнес-приоритет, и уже от этого отталкиваться. Предположим, да, нам сейчас нужно повышать качество продукции, да, и повышать продажи этого продукта за счет его новых свойств каких-то более привлекательных. Мы должны поговорить с первыми лицами компании, что в этой связи нам нужно от персонала. Правильно? Что мы хотим? Мы хотим, чтобы что с этими людьми произошло? Они повысили свои квалификации, они стали работать еще большей отдачей, еще более интенсивно за прежнюю зарплату или с небольшой доплатой. Мы хотим что? Чтобы они были заинтересованы в результате, вот в конечном результате, в продажах, да. Вот в зависимости от этого мы и наметим себе HR-метрики, да. Вот этот второй пункт. Мы наметим, какие именно данные нам понадобятся. Мы и наметим себе HR-метрики, которые мы будем получать и анализировать, да. Мы составим их паспорт. Паспорт HR-метрик, как он выглядит, как его составлять, тоже мы на курсе разбираем, просто сейчас мы не сможем, да, очень так тщательно это все разобрать. Но тем не менее мы составляем HR-метрики. Такие описания приводим для каждой HR-метрики. То есть мы говорим, вот такие-такие HR-метрики мы будем смотреть, вот так-то, так-то мы их будем рассчитывать, и когда мы будем это делать и так далее, какие-то еще нюансы туда добавляем, и составляем вот это описание HR-метрики, то есть паспорт. Наконец, третий пункт. Для того, чтобы нам справиться теперь уже с нашей задачей, и когда у нас есть список вот паспорт HR-метрик, нам надо понять, сам процесс работы с данными, откуда мы их возьмем, как мы их будем получать, да. Это называется процесс ETL, Extraction, Transformation and Loading. Это означает, что мы должны четко понимать, есть ли у нас эти данные, как мы будем эти данные вводить, куда, в какую программу, а когда мы их будем уже туда ввели, как мы будем обрабатывать и их извлекать. Ну, предположим, если на примере Excel, да, очень четко, что как мы будем задавать вот эти критерии выборки, да, и как мы будем вот получать нам система и программа, если в данном случае, например, Excel, нам программа выдаст тот, те показатели, которые нам нужны, или все-таки нам надо будет получить какие-то промежуточные сначала данные, а потом из них уже сделать расчеты и получить HR-метики, да. То есть мы должны понимать, что это будет, откуда мы возьмем данные, есть ли они у нас. Если нет, то что нам нужно сделать? Какие данные добавлять в нашу кабельскую цель, или в нашу HRM-систему, да, если у нас HRM-программа есть какая-то, или если у нас есть только автоматизированная программа по подбору персонала, то что из нее мы сможем получить, да, посмотреть, какие данные, что она нам в состоянии выдать. И потом, когда мы с этим определились, мы составляем HR-матрицу. Не HR-метику, а HR-матрицу. Это, собственно говоря, схема работы нашей. И, наконец, четвертое звено нашей HR, вот в работе над HR-аналитикой, это, собственно говоря, интерпретация выводов и визуализация данных. То есть как мы будем делать выводы, и как мы их представлять будем самим себе, другим заинтересованным лицам, да, там, я не знаю, руководителям бизнес-подразделений, первым лицам компании. Вот это тоже надо понимать. То есть четыре вот эти звена есть в работе над HR-аналитикой, и чтобы нам не утонуть в данных, нам надо их пройти. Особенно важен, да, вот этот первый этап. Что нам надо? Мы что хотим? Удерживать персонал, значит, мы будем определенные HR-метики смотреть, или что-то еще. Две составляющие HR-аналитики можно выделить, вы сами понимаете, какие, наверное, не хуже меня. Есть идейное и методологическое, то есть, вот, собственно говоря, что мы будем собирать, да, какие расчеты делать. И техническое, автоматизированные программы. Вот техническое, вот это тоже тот самый вопрос, который всегда вызывает большие страхи, в частности, HR-специалистов, да. Сразу мы начинаем думать о чем, что очень сложные программы нужны, они дорогие, то есть купить их проблематично вряд ли руководство одобрит и выделит нам деньги на это, да. А если выделить, то потом будет спрашивать, да, как вы используете ее, давайте показатели, давайте то. Второй вопрос, что, возможно, мы не научимся работать с этими системами, да, вот это вот тоже страх. Но, на самом деле, все не так страшно. И я всегда говорю, что есть два главных мифа об HR-аналитике, что это всегда очень сложные алгоритмы и модели, что неправда. Нет, может быть, в каких-то моментах они и потребуются для каких-то расчетов, но вообще-то неправда, да. Нужно просто понимать, что и как мы делаем. И иногда, в общем-то, чаще всего можно обойтись без сложных алгоритмов и моделей. И сторонних, что не обойтись вот без этих дорогостоящих дополнительных программ, да, громоздких, мощных, дорогостоящих, современных программ по учету, да, всех операций, всех всевозможных. Да, конечно, это тоже миф. Если они есть, предположим, в компании есть CRM, да, программа, то есть вся работа с клиентурой, с клиентами очень четко фиксируется и есть данные. Ну и хорошо, если они понадобятся вам, да, в работе, вы сможете запросить у коммерческого директора или где там в отделе продаж, в службе продаж, да, но наверняка вам предоставят, это же не секрет, да, хорошо, пусть будем пользоваться этим. Если нет, будем как-то по-другому решать, да, этот вопрос. Но в любом случае не обязательно специально для HR-аналитики покупать дьявольски, дорогую и сложную, громоздкую программу по учету всего, чего возможно. конечно нет. Есть еще три мифа про HR-аналитику, но сейчас мы не будем их касаться на практическом курсе по HR-аналитике, мы их разбираем. Очень интересный там тоже три мифа. И теперь, вот раз уж мы коснулись вот этой технической стороны, да, так сказать, необходимых средств для HR-аналитики, но тоже про них надо сказать, да. Есть, существуют различные программы, есть HRM-программы, которые помогают, да, нам учитывать вот всяческие процессы, да, по нам разным направлениям, они существуют. Есть ERP-системы, да, это очень вообще такие, знаете, сложные системы, которые позволяют нам учитывать вообще все процессы компании, всю деятельность компании, включая HR, да, и, конечно, если у вас есть такая ERP-система в компании, дорогостоящая, но она учитывает все, да, включая процессы HR в службе, то, конечно, это хорошо. То есть, таким образом, вы в любой момент можете запросить любую информацию, не только строго по HR, но и по финансам, по продажам и так далее, и вы ее получите. Это, конечно, хорошо, но это очень дорогостоящие программы, и они там каждый месяц платят по, не знаю, доходят до 10-30 тысяч долларов, это, конечно, могут позволить себе не все компании, и это исключение, да, и вот, например, один из вариантов такой ERP-программы, это вот Аксапка, там есть все, и по HR, и не по HR, и она все умеет делать, и она и рассылает приглашение на собеседование, и фиксирует все срывы, отказы, и так далее, и сама планирует собеседование, и так далее. Это, конечно, все хорошо, здорово, и вы в любой момент все получите. Есть еще, конечно, системы, вот HRM-программы, да, Oracle, хорошая система, да, вот, АИТАЛИО, это в основном по талантам, да, по учету работы с талантами, но не только. Хорошая очень АЗУР, да, программа, ну, АСКУЛ, это тоже сейчас распространенная достаточно программа для HR-аналитики, и когда общаются с претендентами на должность HR-аналитика, да, дата-аналист так называемого, то, конечно, часто узнают, вы хотя бы имеете представление вот об этом Microsoft SQL-сервер, то есть вы видели, знаете, можете, умеете, это спрашивают. Но, я повторюсь, совершенно необязательно, чтобы были такие дорогостоящие программы, потому что, смотрите, например, как загрузить данные в WhatsApp, вот это только лишь по отсутствию, как настроить, да, фиксирование, когда человек отсутствует на работе, по уважительной, по неуважительной, по различным причинам. Вот это все нужно сделать, и это лишь, и это еще не все, да, поэтому, конечно, нужно, чтобы тогда вам помогал специалист из IT-службы. Извлечение данных, задачи чуть легче, как вы видите, но все равно тоже она, ну, такая требует все-таки усилий, и нужно уметь с ней справляться, да. Системы автоматизации подбора персонала, вы знаете, наверняка, их, слышали, истав, printwork, handflow, amazing hiring, go recruit и поток, да, они все по-своему каждые хороши, кто-то больше умеет собирать данные о соискателях в соцсетях, чуть лучше, да, чем другие и так далее, но они все фиксируют все, и можно потом составлять воронки, да, кандидатов, и рассчитывать оптимальные воронки и так далее, и следить, сколько у нас сорвалось собеседование, это очень удобно, и порой достаточно даже этого, если у вас есть вот система автоматизации подбора персонала, и что-то другое вы ведете в Excel, можно и с этим справляться, и вполне этого достаточно для того, чтобы ввести HR-аналитику. Ну и теперь пришло время сказать об визуализации. Есть существуют такие специальные программы, которые, вот они созданы для того, чтобы визуализировать то, что вы рассчитали, да, то, что вы сделали, вот, и показать это наглядно и хорошо. Их множество, да, вот я здесь написал, что существует около 40, но на самом деле их вполне возможно уже и больше, и в них можно запутаться. Какие-то программы очень хорошо визуализируют там определенную информацию, да, вот я вам сейчас покажу, если мы дальше пройдем с вами, вот, например, смотрите, вот так может визуализировать программу, визуализировать данные программа Visual, да, вторая, вот есть такие программы для визуализации данных, вот они, например, три, которые я назвал, да, они могут по филиалам, по регионам показывать какие-то данные и даже, видите, вот, соизмерять их значимость, их величину, масштаб, да, вот эти кружочки, они разного размера, вот они как раз отражают, где, как происходят дела, это хорошо, вот особенно для торговых сетей, такие программы для визуализации данных использовать, да, потому что, я имею в виду торговые сети, у которых разветвленные, вот прям, филиалы, да, разветвленные сеть филиалов разных регионов, вот эта программа очень удобная, она наглядно показывает, где, как дела обстоят с прибылью, если вы зададите другой критерий, с текучестью, вам покажет также и текучесть, да, где в каждом филиале какая, и также размер обозначится, да, этой текучестью, вот кружочек будет соответствующего размера, но, вот, принцип, принцип простой, то, что у вас есть где-то, да, в Excel, например, dashboard, так называемая, вот эта программа визуализации, она просто забирает сама эти данные, вы туда их выгружаете, даете ей команду, она забирает эти данные и выстраивает их в том виде, в каком вы хотите, да, вы можете задать шаблоны, такие, обозначить, что вы хотите, как, чтобы это выглядело, и вот вам программа выдаст. Хорошая вещь, но она тоже стоит денег, и надо разбираться, конечно, в том, какую взять программу конкретную, да, у каждой программы свои недостатки и свои достоинства, но мы должны выбрать всегда ту программу, которая будет чувствительна к нашим базам данных, да, которая легко заберет эти данные из наших баз данных, то есть нужны программы с универсальными коннекторами, которые вот в состоянии забирать данные, вот на что надо обращать внимание, знать, где у вас хранятся данные и уточнять, сможет ли вот эта программа визуализации данных эти данные забирать, вот это главный момент, на который нужно обращать внимание, иначе действительно получится, что вы купите программу, а у нее будут проблемы с тем, чтобы данные забирать и, разумеется, визуализировать их, вот здесь риск только в этом состоит, надо всегда уточнять, да, как программа, ну, мы на курсе по HR-аналитике выделяем три наиболее популярные функциональные программы для визуализации данных, то есть это те программы, которые могут взять данные откуда угодно, в том числе из Excel без проблем, да, и вот мы там проходимся по ним, видим эти программы для визуализации данных и обозначаем такие хороши, да, для нас такие универсальные и можно особо не бояться брать вот эту программу. Есть оперционные аналитические стратегические панели мониторинга, вы сами вполне догадываетесь, исходя из названий, то есть одна панель показывает стратегию в целом, как это все отражается, наша работа, другая анализирует и под разными срезами выборку делают разные, и оперционные текущие деятельности показывают прямо в режиме реального времени можно настроить, будет постоянно у вас доска, да, вот с текущими такими показателями. Ну и наконец, если нет возможности приобретать программу, можно обойтись без нее, вы знаете, что в Excel тоже можно в общем-то сделать и диаграммы, и вот Sparkline использовать даже элементарно в таблицах, как-то обозначать, да, разные уровни, выборку делать, все можно и в Excel тоже сделать, потому что вы знаете, что там есть разные типы диаграмм, вот они, мы их видим, пожалуйста, все это можно делать и тоже визуализировать данные в Excel, возможно, они будут не так прямо-таки вот хороши и художественные, да, но тем не менее это можно сделать, и даже вот делают иногда вот такие вещи, где это в Excel все сделано, где можно кликать, да, на вот, сюда на кружочке и выбирать уровень обслуживания, показатель качества, производительность и данные меняются, Excel вам показывает данные по каждой категории, да, и еще по NISI там даже можно сделать, так, это сложно, это трудозатратно, на это нужно потратить какое-то время, но все это можно сделать, конечно. Ну, и мы на курсе рассмотрим четыре варианта вот технического, да, структуры технической для HR-аналитики и в том числе самые простые, что нужно, что не нужно, без чего можно обойти. Итак, что просто я теперь коснусь тех вопросов, вот где HR-аналитика особенно нужна и показательна, да, там, где HR-аналитика позволяет оцифровать HR-процессы, например, по дворе персонала. Ну, там много чего можно смотреть, вы сами понимаете, и темпы подбора, и стоимость подбора, и эффективность каналов подбора. Об этом можно долго говорить, я думаю, мы сейчас бы не уложились с вами, но вот просто показать, например, что есть, когда заходит речь об оценке подбора, первое, о чем думают HR-ы и всегда говорят, туда вот есть два таких самых универсальных критерия оценки работы рекрутера, два TPI, самых главных, все ли вакансии закрыты, которые требовалось закрыть, ну, или процент закрытых вакансий от того количества, которое было необходимо, то есть количественные показатели, и временной показатель за какие сроки, да, уложился рекрутер в эти сроки или нет. Можно, разумеется, эти критерии тоже использовать, да, и использовать для HR-аналитики, конечно, но вы видите следующий слайд, я не в восторге всегда от этого предложения, я бы не стал прямо уж так делать упор именно на этих традиционных TPI-рекуртерах. Почему? Потому что мы предоставляем данные HR-аналитики для бизнеса. И сами понимаете, что бизнесу не так уж интересно знать, а вот рекрутер там закрыл все вакансии в какой срок, когда он их там выполнил, он срок не выполнил, да, важно, но вот с точки зрения глобальной, да, бизнес целей, бизнес интересов, ну, не так уж это и прямо-таки важно, да, поэтому нужно, конечно, стремиться использовать другие показатели, другие HR-метрики, чтобы показать вот именно качество, да, вот смысл вообще, что стоит заниматься этим HR-службе, она хорошо это делает. Ну, какие, например, давайте посмотрим. Вот мы разбираемся, мы составляем на курсе четыре главных HR-метрики для изменения качества подбора, потому что бизнес в первую очередь хочет знать, HR-служба подбирает тех сотрудников, которые нужны или не тех. Вот мы как можем показать, пожалуйста, да, мы, например, текучесть среди работающих не больше года, процент сотрудников, которые работают не больше года и выполняют уже TPI-план, то есть вышли на производственную мощность, да, вот это уже два хороших показателя. Ну, что, если, например, более 60% сотрудников, которые работают меньше года, уже давно выполняют план, да, и это значит хорошо, значит, мы подобрали хороших сотрудников, но единственное здесь надо понимать, какой в вашей компании, да, конкретно в вашей компании каков срок адаптации не испытательный срок, я имею ввиду, а срок адаптации, да, если вы, например, знаете, что у вас срок адаптации 9 месяцев и через 9 месяцев новички должны выдавать, да, вот то, что от них ждут, ну, тогда, да, вы тогда смотрите процент сотрудников, которые отработали 9 месяцев и вышли на нужную производственную мощность, да, то есть вы исходите из вот особенностей своей компании. Вот здесь еще есть BFHR-метрики, мы их тоже на курсе разбираем подробно, прописываем формулы расчета для каждой, да, ну, что здесь, вы сами понимаете, например, если уже на первом году работы 30% сотрудников получили повышение, не в том смысле, что они прям стали начальниками, да, а вот разряд у них в работе увеличился, там, они были, например, первого разряда остали второго разряда или были просто сотрудниками, остались старшими, там, сотрудниками ведущими, если там есть у вас система, да, повышения оценки работы сотрудника и повышения его, то вы тоже можете это показать, да, вы запрашиваете данные в своей системе или в Excel, да, и вы тоже рассчитываете процент сотрудников, которые получили повышение, и таким образом это тоже отражает качество подбора. Нельзя тогда говорить, что HR-служба плохо подбирает персонал, если в течение, там, первого года работы уже 30% повышены, да, или уже 60% после полгода работы вышли на свою максимальную мощность, да, то есть на тот нужный уровень производительности. Конечно, это уже показатели хорошие, и на практическом курсе мы разбираем четыре главные метрики для измерения качества, прописываем формулу и решаем задачи, просчитываем, да, эти HR-меты. Вот, например, такие еще задачи у нас бывают, я вам просто покажу. Первая задача, мы рассчитываем, сколько компания тратит на подбор одного сотрудника, а во второй задачи, своими силами, я имею в виду, а во второй задачи мы считаем, сколько компания тратит на подбор сотрудника силами кадрового агентства. Просто прям просчитываем эту задачу, сопоставляем данные и понимаем, как мы можем, да, преподносить свою работу, работу HR-службы, в частности, по подбору персонала первым лицам компании. Да, мы идем с цифрами, с расчетами, мы не просто говорим, да вы что, да мы лучше подберем, чем кадровое агентство. Кадровое агентство, жрите, не знает, каких нам нужно сотрудников, да, вот на этом наши тогда аргументы не заканчиваются, да, когда мы пришли с расчетами, мы генеральному директору показываем, говорим, вот смотрите, сколько стоит подбор своими силами, а сколько стоит подбор агентством, да, учитывая, что оно берет еще большие суммы за свои услуги, особенно если подбираем руководителя, да, в зависимости от того, что это за руководитель, там доходит до годового оклада, да, может дойти этого человеку, поэтому, конечно, мы просто делаем расчеты и показываем. Вот тот кейс, который демонстрирует нашу прогностическую ценность, HR-аналитику, то есть мы можем прикинуть на будущее отдачу от каких-то наших HR-начинаний. Вот здесь прям простой такой примет, что HR-директор захотел участвовать в рейтинге работодателей, да, проводится такой, знаете, участие там, как правило, бесплатное, но в определенные сроки, в течение определенного времени нужно предоставлять провайдеру определенные документы, расчеты, какие-то проводить внутри компании опросы и предоставлять результаты этих опросов. То есть нужно проводить какую-то работу, но если компания попадает в топ-50 или в топ-100 лучших работодателей, это как бы повод гордиться, это повод везде об этом говорить и повышать имидж компании на рынке. Согласны? Да? То есть таким образом сам-самов написал спасибо за обзор основ, да, одна из целей была именно на этом, да, моя. и мы как бы, вот смотрите, ситуация какая, гендиректор говорит, ой, ну, зачем это нам надо, вообще вы будете тратить силы на это, на все и работать там не над тем, да, и чар-директор говорит, ну, поймите, это наша польза, нам легче будет привлекать сотрудников, да, новых, новичков находить, да, конечно, да, легче, вот, но директор говорит, ой, но это легче и легче, откуда я знаю, но сделайте расчет цифров, какая может быть выгода, да, для нашей компании, покажите мне этот расчет, и вот задача, да, вы видите, она такая непростая, сложная, потому что действительно, а как расчет сделать того, чего еще нет, и вот мы разберем этот пейс на курсе, и, конечно, посмотрим, как сделать расчет, вот, в этом случае, как показать, вот выгоду, да, нашу HR-службы и компании в целом от участия в этом рейтинге. Ну, мотивация персонала, да, иногда нам нужно показать, есть задача показать, вот, эффективность нашей системы развития персонала и мотивации персонала, да, просчитать ее, оцифровать. мы тратим на определенные вещи, на материальную мотивацию, на нематериальную мотивацию и так далее, а вот как нам показать, это эффективно или нет, да, и вот здесь мы тоже можем обращаться уже к нашим бизнес-показателям и просто вот рассчитать, например, вот провести такой внутренний бенчпаркинг за разные периоды, за год, за полгода, рассчитать соотношение, да, например, вознаграждение сотрудника и выручки, доходы компании, да, и рассчитываем это соотношение и потом смотрим, да, как у нас развивается ситуация, как у нас изменяется это соотношение. Так как мы делим вознаграждение на выручку, то, соответственно, в этом случае как думаете, если соотношение будет расти, это хорошо или плохо? Нет у вас соображение вот так, прикидку, чисто за счет логики, не можете прикинуть? Например, растет вознаграждение, а выручка не очень растет, это хорошо? Вот юзер написал хорошо, а потом нет, да, Валерия, да, правильно, то есть в данном случае, и Светлана Бритцин тоже пишет, да, в данном случае, если у нас вознаграждение растет, а выручка плохо растет, не пропорционально, не соответственно тому росту, да, награждения, которые есть, то, разумеется, вы сами понимаете, что показатель будет выше, и это плохо для нашей компании, да, это означает, что что-то система мотивации у нас начинает страдать, то есть она не работает, мы платим все больше, а производительность все хуже, да, вот такой я вам даю пример, если хотите, посмотрите контексты для текучести персонала, вот это именно то, а, тут пишет отношение выручки, Анна пишет вознаграждение, тогда это будет другой немножко, да, пропорция, и тогда мы что измеряем, в первую очередь, мы тогда измеряем не совсем вознаграждение, да, эффективность не только системы вознаграждения, только что-то другое, да, мы немножко акцент смещаем тогда на вот этом измерении, поэтому там мы именно отношение вознаграждения к выручке, да, чтобы понять как раз вот как у нас работает вознаграждение, если мы меняем места, меняется пропорция, мы измеряем чуть-чуть по-другому, да, а что касается вот текучести, вот я вам привел контекст текучести, да, для того, чтобы, например, понять, опять же, что с мотивацией, если мы с вами сейчас посмотрим и бегло так вот просто проанализируем, смотрите, текучесть, вот три последних столбца, это текучесть среди разных категорий персонала, и если мы посмотрим текучесть среди новичков, то выросла, да, незначительно, но выросла, текучесть среди тех, кто работает от одного до трех лет, да нет, она не выросла, даже, можно сказать, чуть-чуть снизилась, да, значит, с этим, вот с этой категорией все в порядке, а текучесть среди старожилов вдруг возросла, причем очень сильно и резко, и если для этого нет видимых причин, ну, например, для этого предположим нет, не было у нас реорганизации, предположим, да, у нас не было никаких там реструктуризаций, смены руководителей, в этом случае мы понимаем, что скорее всего дело в все-таки в мотивации, да, если у нас начинают уходить старожилы, те, кто, казалось бы, работают давно и работают стабильно, да, и верны компании лояльны, да, если они активно начинают попадать в компаниях, это вот тревожный знак, нам нужно, конечно же, обратить внимание на мотивацию, да, на нашу систему мотивации, на уровень зарплат, на признание заслуг и так далее, то есть вот когда мы смотрим текучесть по разным категориям и сопоставляем ее с производительностью, вот посмотрите, производительность тоже падает, в цифрах вот кажется не очень много, но на одного сотрудника получается прилично, да, по 30 тысяч на одного сотрудника, да, 100 тысяч за все полугодия на одного сотрудника, а всего учитывая количество наших сотрудников за все, вот за два года, это получается, что компания потеряла 53 миллиона рублей, да, это существенные показатели, и мы понимаем, что текучесть отражается на бизнес-показателе, на производительности, да, и следовательно, на финансах, мы теряем деньги, и заодно мы видим, что все-таки, скорее всего, есть проблема, потому что начали активно покидать компанию старожилы, да, среди них есть тоже определенный процент текучести, вы понимаете, да, старожилы, конечно, тоже уходят периодически, но если они начинают активно покидать компанию, это, конечно, не очень хорошо, да, это означает, что реально в компании что-то есть какие-то существенные факторы демотивации, если ее покидают наиболее лояльная категория сотрудников. Ну, можно выделить еще такие показатели, индикаторы, да, качество мотивации удержания, ну, например, вот еще HR-метрики, да, мы с вами можем их посмотреть, коэффициент развития человеческого капитала, то есть, сколько человек мы обучили, какой это процент от общего, да, те, кто прошли обучение или те, кто прошли какую-то переподготовку, то есть, те, у которых вот был профессиональный рост. Уровень абсентеизма, я думаю, вы понимаете, да, что такое абсентеизм, это отсутствие сотрудника на работе. Здесь под абсентеизмом можно понимать, тоже его также можно делить по уважительным причинам, по неуважительным, прогулы, больничные, там все можно тоже посмотреть, но в глобальном смысле часто достаточно просто рассчитывать периодически этот уровень вообще, в принципе, имея в виду, что отсутствие по разным причинам, и вот тогда мы понимаем, что вот если этот показатель вдруг начинает сильно отличаться от предыдущих периодов, значит, что-то не то, значит, люди стараются чаще отсутствовать на работе, и, наверное, есть какой-то фактор незаинтересованности в результатах, фактор демотивации и так далее, нам нужно тогда будет выяснять, что там, да, в чем там дело, и если абсентеизм возрастает, и плюс мы видим еще другие показатели тоже ухудшаются, и лояльность, например, мы провели опрос, лояльность сотрудников тоже снизилась, да, это тревожный сигнал, это значит, у нас страдает система удержания, и у нас вырастет текучесть персонала обязательно, да, еще продолжит расти, поэтому это такие важные показатели, ну, доля сотрудников, принявших контр-оферы, вы понимаете, да, что такое контр-офер, это когда человек нам заявляет, что он хочет уходить, да, и мы ему делаем встречное предложение, да, ну, обещаем повысить по службе или повысить зарплату, расширить как-то полномочия или расширить сферу деятельности и так далее, соотношение зарплат компаний с предложениями в отрасли, это тоже очень хороший существенный показатель, да, который нам расскажет многое о том, как, что у нас с системой мотивации, если у нас зарплаты становятся заметно ниже, чем у конкурентов, чем у нашей же отрасли, да, соотношение говорит не в нашу пользу, это означает, да, что мы тоже начинаем отставать и наша система мотивации устаревает, да, надо продумывать, либо тогда усиливать нематериальную составляющую, но опять же это делать до бесконечности невозможно, скорее всего нужно будет продумывать, как все-таки это вознаграждение, уровень вознаграждения чуть-чуть получит. ну вот уровень абсцентеизма есть такая задачка у нас на курсе, мы ее решаем, как рассчитать уровень абсцентеизма грубо пока, да, в таком вот просто в среднем, да, уровень абсцентеизма, сколько в общем-то в среднем отсутствует один сотрудник за определенный период, да, у нас есть фонд рабочего времени, мы смотрим среднее количество рабочих дней на одного сотрудника и рассчитываем вот исходя из того, что нам показал Excel или наша система, да, по отсутствию в среднем, и мы рассчитываем уровень абсцентеизма. Представлю вам еще один кейс, который тоже мы разбираем, здесь HR убеждает генерального директора, что пора пересмотреть систему мотивации как раз, да, вот он убеждает, он приводит различные основания, да, и вроде бы гендиректор уже согласный с тем, что да, надо бы повысить зарплату. HR-директор привел там разные основания, да, обзор зарплат, кстати, о том, как провести, составить обзор заработных плат, своими силами мы тоже говорим на этом курсе по HR-аналитике, и как правильно делать выводы, мы тоже об этом, ну, это разбираем, да. ну, вот здесь вот такой другой вариант, вроде бы согласились, вроде бы одобрили, но говорят, пожалуйста, рассчитайте нам эффективность, да, от того, что мы изменим мотивацию, вот от того, что мы повысим зарплаты, что выиграет компания, как на, вот скажется это на нас, да, в финансовом смысле, поэтому, конечно, вот здесь важно очень тоже понимать, как можно рассчитать вот эту будущую отдачу для компании, да, для бизнеса от повышения мотивации, то есть, если мы повысим вознаграждение всем, или повысим, не знаю, переменную часть, это надо сделать умно, вот как просчитать вот эту пользу, да, эффективность финансовую для компании, это тоже такой, знаете, прогноз, это такой расчет на будущее, и поэтому это, конечно, важно знать и свой код вот этого расчета мы все рассматриваем и прорабатываем на курсе. И я, конечно, не могу не отметить вот еще много очень интересных, важных вопросов, которые мы касаемся на курсе. К сожалению, сейчас вот нельзя это, да, раскрыть, рассказать, но вы вот видите эти вопросы, еще вот некоторые кейсы, да, некоторые подходы. Как рассчитать потери, которые принесет компания от ухода хайпо или хайпро сотрудника? Хайпо и хайпро вы знаете наверняка кто такие, да, высокопотенциальный сотрудник и высокопрофессиональный. Хайпо хайпш потеншал и высокопрофессиональный сотрудник, да. Вот как прочитать, да, потери компании финансовые от их ухода? Как доказать, что HR-служба работает эффективно и самое главное недорого обходится бизнесу? Вы понимаете, что это очень часто возникает такой вопрос у первых лиц компании, а не дорого ли вообще для нас держать HR-службу, да? Может быть, стоит там пересмотреть что-то, да? Может быть, нам стоит вот, не знаю, как-то постараться минимизировать вот эти затраты, передать что-то на аутсорсинг и так далее, да? Конечно, вот эти все вопросы очень важны и нам надо дать простые и убедительные цифры первым лицам, что нет, HR-служба вам обходится недорого. Вот в целом HR-служба, да, не только подбор персонала, когда вот мы, помните, рассчитывали подбор своими силами и подбор силами агентства кадрового, да, там явно видно экономию и это значит, это то, что, то, что HR-служба помогает сэкономить, да, это по сути заработок HR-службы, а здесь в глобальном смысле, вот быстро нам показать, нет, мы, HR-служба, недорого обходимся бизнесом, вот как это можно сделать? Очень простые есть способы и мы тоже рассматриваем. Вот этот вопрос больной, приемлемое ли количество в компании начальников и сотрудников, да, грубо говоря, не много ли развилось у нас начальников, а вообще у нас вот то количество сотрудников, которые есть, это оптимально для нашей компании или это уже много, да, там мы рассматриваем такие вопросы, как расчет нормативной и штатной численности персонала, как рассчитать нормы обслуживания, нормы управляемости, нормы, такие рабочие нормы, как установить самостоятельно, ввести в компании, да, как их рассчитать, как получить. Это мы тоже, конечно, затрагиваем этот важный вопрос. В чем отдача и экономическая польза от обучения работников. Тоже больной вопрос, и мы рассматриваем там два-три способа, как просчитать и показать, да, вот, экономическую пользу для бизнеса от обучения работников. И вот я вам привел такую, знаете, интересную задачку. Если вы слышали про клуб Алумни, такие есть клубы, некоторые продвинутые компании их делают, да, их создают. это такие, знаете, выпускники на французском. Алумни это выпускники, да, и вот, понимаете, смысл его создавать, да, вот этот вот клуб бывших сотрудников. Вот здесь задача, как HR может показать выгоду для компании от этого клуба выпускников. Прямо мы ее просчитываем, решаем, да, это одна из последних задач на курсе по HR аналитику. И выводы, какие мы можем с вами сделать, да, давайте посмотрим, я бы их вот очень хотел вам прямо показать, что важны не технологии, а понимание логики процесса. Вот это важно, потому что автоматизированные программы автоматизированы программами, но какие данные запросить, для чего их запрашивать, как их посчитать в итоге, это все равно определяете вы, а не машина, да, вы понимаете, какая у вас четкая задача, и вы должны ставить в общем-то вот задачу бизнесу, да, как сказать, вы должны понимать, какие расчеты вам потребуются. Я вижу вопросы про литературу, вы знаете, литературу я даю на курсе, сейчас я не сделал слайда с литературой, но у меня есть возможность, я тогда, если вы еще задержитесь немножко на минуту, я постараюсь вам вывести на экран тогда список литературы. Ее не так много, хороших книг по HR аналитике, к сожалению, не так много. Вот здесь вопрос от юзера, курс будет только оффлайн или онлайн? Вы знаете, этот курс ближайший намечен, вот следующий, недавно закончился предыдущий, следующий намечен на июль, поэтому я надеюсь, что тогда уже можно будет опять вернуться и к онлайн обучению. То есть, может быть, уже все-таки отменят режим вот самоизоляции, наш карантин, и может быть, тогда, я думаю, что мы опять вернемся к онлайн обучению, потому что на всех предыдущих курсах, когда можно было, все в основном старались проходить онлайн, и это понятно, потому что мы решаем задачи, и мы прямо на экране, да, ой, на доске, я пишу, мы вместе решаем и так далее, поэтому я надеюсь, что мы вернемся уже к онлайн вот режиму, да, обучения в июле. Ну, и второй пункт, вы видите, да, вот вывода, что управление, анализ, интерпретация данных, они непросты, нужно вдумчиво относиться вот к этой стороне, да, и все-таки вот этот процесс загрузки, обработки и выгрузки данных надо продумать тоже. Удивите этому некоторое внимание, это необходимо, когда вы будете, начнете заниматься HR-аналитикой, да, и помнить нужно, что ни размер, ни количество данных важно, да, а скорее влияние этих данных на принятие решений, то есть вы, задача ваша выбирать те данные, которые убедительно показывают то, что вы хотите показать, вот то, что вы хотите исследовать. Я, знаете, я не раз видел в одной компании с гордостью генеральный директор показал мне стопку бумаг целую, большую стопку, там, наверное, ну, я не знаю, листов 200 формата А4 было, и там, вот он говорит, вот это все, видишь, вот работа по HR-аналитике, вот HR-служба мне предоставляет вот такой отчет за определенный период. И я попросил посмотреть, и вы знаете, когда я листал, там 200 страниц, и на каждом иногда по 2-3 графика, я спросил, говорю, а скажите честно, вот это вам что-то дает, вы используете это, когда принимаете какие-то бизнес-решения? Он говорит, ну, если честно, то редко. И вы знаете, вот именно поэтому, что слишком много данных, очень много график, там невозможно все их даже просмотреть, не то, чтобы учесть. Такое ощущение, что HR-служба, вот, все, что можно, она там распечатала и все предоставила генеральному директору. Вот все, что, вот нужно это, не нужно, актуально это, не актуально, вот все, что есть в программе, все распечатала и все дала, да? Вот хочешь HR-аналитику, на тебе ее, вот по такому принципу, но это неправильно, не количество важно, можно ограничить вообще всего тремя, вы понимаете, да, тремя какими-нибудь слайдами, и этого будет достаточно. Ну и в конце концов, четвертый, самый главный вывод, HR-аналитика, это не ради HR-аналитики, да? Цифровизация не ради цифровизации, математика не ради математики, а ради каких-то конкретных целей, ради всей компании. Это не сам, вот внести, вот внедрить и начать ввести HR-аналитику, это не самоцель, ни в коем случае, да? Не надо, если вам сейчас ее вводить, вы обходите так, не нужно, да? Тогда не вводите, не делайте, а займетесь этим тогда, когда это нужно будет. Реально, да? Когда у вас появится вот бизнес-задача, и вы захотите реально в цифрах смотреть, гендиректор, вы, как HR, да, вот как специалисты по управлению персоналом, захотите видеть какие-то цифры по поводу каких-то конкретных HR и бизнес-процессов. Вот тогда. И, конечно, не забывайте делать корреляцию между HR-показателями и бизнес-показателями обязательно, да? Что происходит с прибылью, доход на один вход, да, там, я не знаю, рассчитать, на один рубль вход, рассчитывать периодически, доход на одного сотрудника, выработка на одного сотрудника, вот это все, конечно, нужно тоже смотреть вместе с другими HR-показателями, с текучестью и так далее. Вот. Ну, на этом все, мы даже чуть-чуть с вами перебрали несколько минут. Я благодарен вам за внимание, за то, что вы выдержали такой непростой разговор про HR-аналитику, да, и вы пишете, что очень интересно, это здорово, да, что вам понравилось. Вот. Я думаю, вы, наверное, надеясь на это, что вы поняли чуть побольше, да, про этот процесс и, во всяком случае, какие-то страхи и опасения ушли у вас, да, и я буду надеяться на то, что это так. Ну, а если вы захотите, то мы, конечно, с вами продолжим разговор про HR-аналитику и углубимся уже на курсе. Да, Екатерина написала, юзер написали, да, что понравилось, очень полезно, я очень рад. Да, спасибо вам тоже, а сейчас, если вот вы останетесь, я выведу, попытаюсь вывести список литературы. И вам тоже успехов во всем и в вашей работе и во взаимодействии с руководителями компании. Да, пусть HR-аналитика вам поможет быть увереннее. Так. по-руже. Пока. Пока.